Как поспорили лиса Инолин. Юкагирская народная сказка. В старое время жила в лесу лиса. Охотилась на зайцев, мышей и куропаток. Как-то раз, набегавшись за зайцем, вышла лиса к речке воды попить. Утки увидали лису, тревожно закрякали и отплыли от берега. Только какое-то бревно осталось лежать в воде. Вдруг бревно ожило. Из воды высунулась усатая морда огромного налима. Испугалась лиса. Такая рыба может ударом хвоста ее свалить. Но виду не подает, а говорит льстиво. Ты, наверное, в реке самый главный тайон, начальник. Рассмеялись утки. Какой он тайон? Он самый главный лежебока. Спит и спит. Его прозвали мешок сна. Слова лисы понравились налиму. И он ответил. У тебя красивая шубка. Я слышал, что в тайге ты умнее всех. Тут заверещал бурундук. Он на лиственнице сушил грибы на зиму. Она не умнее всех, а хитрее. Мудрый ворон, проживший уже триста лет и сидевший на той же лиственнице, каркнул. Не надо ссориться. Надо дружить друг с другом. С тех пор, как придет лиса к реке, выплывают налим из-под своей коряги. И они долго дружелюбно беседуют. Но однажды лиса очутилась у реки не по своей воле. За ней гнались собаки. Друг налим, погибаю. Прыгай ко мне на спину, скомандовал налим. Выбежали к реке собаки. И от удивления языки высунули. Едет по реке лиса на налиме. И лапы им машет. Решила лиса отблагодарить налима. Уцепись за мой хвост. Я тебя вытащу на берег погреться на солнце. Ведь у вас под водой холодно и темно. Но коротко, северное лето. Лишь несколько раз удалось налиму полежать на солнышке. Собрались в отлет утиные стаи. Бурундук снял грибы и утащил в свое гнездо. Только ворон, сердито нахохлившись, сидел на вершине дерева. Пришла к речке лиса, а речку затянула тонким льдом. Друг налим, позвала лиса. Зря зовешь, — каркнул ворон. Твой приятель будет спать всю зиму. Не зря его прозвали мешок сна. Лисы зимой не спят, но зимой труднее охотиться. Хоть хитра лиса, но зайцы порой так перепутают следы, что поди, разбери. Сильно отощала лиса, но все же дотянула до весны. Чуть сошел снег, стала напитаться прошлогодней ягодой, раскапывать мышиные норы. Проснулась, наконец, река. Тяжелые льдины, налезая друг на друга, поплыли по воде. Прибежала к речке лиса и стала громко звать. — Просыпайся, мешок сна, и не стыдно тебе спать девять месяцев в году. — Я не сплю, я лежу и думаю, — оправдывался всплывая налим. — Ты же с берега не видишь, что я делаю подо льдом. И все опять пошло по-прежнему. Налим цеплялся за хвост лисы, чтобы погреться на солнышке, а лиса спокойно каталась на спине налима. Но однажды лиса сказала, — Спина у тебя широкая, но уж очень медленно ты плывешь. — Это я медленно, — возмутился налим. — Да тебе никогда меня не обогнать. — Давай поспорим, — предложила лиса. — Ты поплывешь по реке, а я бегу по бережку. Итак, два поворота реки и обратно до старой лиственницы. После каждого поворота будем окликать друг друга. Ворон сидел на вершине лиственницы и слушал. — Хорошо, — согласился налим, — но пусть ворон будет судьей. Налим знал, что лиса хитра, и решил ее перехитрить. Позвал двух своих друзей налимов и сказал, — Ты откликнешься лисе за первым поворотом, а ты за вторым. Мы так похожи друг на друга, что она подумает, что это я. — Раз, два, три! Картнул ворон и махнул крылом. Лиса стрелой помчалась по берегу. — Беги! Беги! — ныряя под корягу, пробормотал налим. — Хоть ты хитра, но я хитрей! А ворон взлетел над рекой и видит. Налим под корягой прячется. Полетел ворон за лисицей. Лиса же решила сплутовать. Она не стала бежать по берегу, а юркнула в кусты, чтобы прямиком выйти к первому повороту. Пока бежала по кустам, расцарапала себе нос, да веточкой глаз задела. Вышла на крике, жмуря один глаз. — Мешок сна! Где ты? Небось отстал? — Я здесь давно! — высунулся из воды друг Налима. — Что это ты окривела на один глаз? — Не твое дело! — грызнулась лиса. Побежали дальше. Мы еще посмотрим, кто будет первым. Лиса опять же мгнула в кусты и помчалась прямиком, не видя, что ворон взлетит следом и наблюдает. Продираясь сквозь заросли, наколола лапу. Вышла ко второму повороту, хромая, жмуря глаз, и неуверенно окликнула. — Мешок сна! Где ты? Небось отстал? — Я давно тут отдыхаю! — подплыг к берегу второй друг Налима. Из последних сил помчалась лиса обратно, оставляя на пути клочья шерсти. Зацепила хвост за сучок, рванулась. Пол хвоста осталось на сучке. Еле живая добралась лиса до старой лиственницы и повалилась на землю. — А где же судья? Я, наверное, победила. — Хо-хо! — захохотал Налим. — Я давно здесь. Посмотри, на кого ты похожа. Шубка ободралась, хромая, кривая и без хвоста. И он хохотал так долго и громко, что у него раздула печень. С тех пор у всех Налимов большая печень. Тут подлетел усталый ворон. Налим перестал смеяться и спросил у ворона. — Скажи, судья, кто же из нас выиграл? — Никто. Вы оба обманщики. И оба вы проиграли. — И правда? Вздыхает в глубине ума-то Налим. — Погрелся бы я на солнышке. — Ну, забыл у меня прежняя подруга. — Лиса. Скучая, сидя в лесу под кустом лиса, некому ее покатать по реке. Каждый из них потерял друга, а дружба всего дороже. Конец. Читала Лада Новофастовская. Скры. 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 Продолжение следует...